Жалобы по частичной мобилизации можно будет подать через госуслуги. В главном меню сервиса в разделе «Прочие» появилась соответствующая форма. Написать о нарушении может как сам призывник, так и его представители при наличии паспортных данных мобилизованного. Ресурс также потребует выбрать основания для отсрочки. Это могут быть проблемы со здоровьем, учеба, работа в стратегической сфере и другие причины, такие как, например, возраст. Об ошибке также можно сообщить через бота Макса. Иконка с ним появится в левом верхнем углу главной страницы. По нажатию открывается строка запроса, где по словам «Жалобы» и «Частичная мобилизация» появляются варианты обратной связи. Красноярца, который пытался доказать, что негоден к службе, все-таки призвали. Игорь Куваев уже рассказывал Седьмому каналу свою историю. Он окончил военную кафедру, получив одну из артиллерийских специальностей. Повестку ему вручили на работе в частном предприятии. Парень утверждает, что со своей категорией и без боевого опыта достойно служить родине не сможет. Помешает проблемы с сердцем, сосудами, давление и плохое зрение. В военкомате призывник добился дополнительного медицинского осмотра, но врач все-таки признал его годным к службе. Мне сказали просто обратиться к терапевту. То есть здесь у них только один терапевт по ДК железнодорожников. Вот. И терапевт посмотрел все бумаги и после чего сказал, что ваша категория как бы, ну вы годны, ограниченно годны к службе. И вот сегодня я отправляюсь. Семьи мобилизованных красноярцев поддержат по горячей линии. На вопросы горожан ответят специалисты Управления соцзащиты и Главного управления образования города. Задать вопросы по частичной мобилизации можно будет завтра, 5 октября с 15 до 20 часов. Операторы будут принимать запросы. Для подготовки ответа на некоторые обращения может потребоваться время. Для получения обратной связи специалисты жителям нужно будет продиктовать свои данные, фамилию, имя, адрес и контактный телефон. Звонки принимаются по номеру 226 13 13. В Совете Федерации единогласно поддержали закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Причем сроком вхождения названо 30 сентября этого года. Жители присоединенных территорий признаются гражданам России. Государственным языком в новых регионах будет русский. Сейчас у людей есть месяц на то, чтобы отказаться от российского гражданства. Жуткие крики накануне ночью переполошили жильцов дома на Металлургов 6. Выглянув в окно, люди увидели, как мужчина со всей силы бьет женщину головой о припаркованный автомобиль после руками и на этом останавливаться не думает. Бьет ногами. Я услышала крики. Ну, даже окна закрыты сейчас, а крики были слишком громкие. Я открыла окошко, сказала, что вы здесь орете среди ночи. Но они меня слышать не хотели, потому что он бегал там за ней. А она от него убегала. Говорила, только без рук, только без рук. Мы решили выехать на место, чтобы узнать подробности столь жестокой расправы. Местные говорят, автомобиль, возле которого все произошло, был весь в крови. Его уже нет на месте, но следы крови еще остались. Участники конфликта – жильцы дома, возле которого все произошло. Соседи говорят, что и агрессор, и его жертва – сожители. Зла употребляют алкоголем и уже не раз привлекали внимание соседей. Ко всему этому ранее мужчина уже был судим за кражу. Отвечать на какие-либо вопросы нам он отказался. Кадры с камеры видеонаблюдения начали массово публиковаться в общедомовых чатах и социальных сетях. Люди настолько ужаснулись увиденным, что желают агрессору самому оказаться на месте девушки или в еще более худших условиях. Вот таких отправьте в самую горячую точку. Нормальных мужиков забирают, а эти тут бухают и девушек бьют. На спецоперацию этого гада пусть там себя проявит, а то взяли моду слабый пола бежать. Правильно говорите, на спецоперацию отправлять таких животных. В полиции нам рассказали, что заявлений к ним не поступало. Однако после опубликованного в сети видео начали проверку. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была обнаружена информация о том, что ночью в советском районе Кровевого центра на улице Металлургов мужчина причинил телесные повреждения женщине. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены и опрошены возможные очевидцы произошедшего, участники конфликта и, соответственно, его причины. В Министерстве здравоохранения сказали, что пострадавшая за помощью к врачам не обращалась. По всей видимости, женщина, боясь наказания для своего сожителя, либо за себя, решила умолчать о случившемся. Евгений Назарчук, Данила Дубенко, 7 канал. Дорога напротив торгового центра «Квант» станет безопасней для пешеходов. С 20 октября этот участок дороги Дзержинского сделают односторонним. Но при этом движение от Красной армии до Ленина будет двухполосным. Кроме того, на дорожном полотне установят регулирующие знаки обозначения переходов, лежачих полицейских и оборудования для оплатных стоянок. О начале действия оплатной парковки сообщат дополнительно. Для инвалидов, отметили в мэрии, оставят 18 бесплатных мест. На этой неделе на улице Красной армии уже начнут устанавливать новую дорожно-знаковую информацию. Часть знака будут зачехлены, часть будут уже действовать, поэтому водителей мы просим быть внимательными. Будет организовано одностороннее движение в две полосы по направлению от улицы Красной армии к улице Ленина. Там появятся новые пешеходные переходы, светофоры, широкие большие тротуары и, собственно, схема организации движения и парковки будет приведена к безопасным нормативам. Еще 339 жителей края заболели коронавирусом за последние сутки. Это на 24 случая меньше, чем вчера. Активность ковида в нашем регионе неуклонно идет на спад. Выздоровели за этот день 751 человек, что гораздо больше количества новых заболевших. 84 жителям края понадобилась стационарная помощь. Четверо не справились с болезнью. Пес-поводырь сопровождает на занятия незрячую студентку. Анна Лебедок учится на последнем курсе университета. Специальность – психология. Девушка – инвалид по зрению. Она может различать цвета, видит крупные предметы, но со множеством городских препятствий самостоятельно не справляется. В этом ей и помогает собака-поводырь. Черный лабрадор по кличке Босс с ней уже 4 года. О характере своего спутника девушка говорит так. Он может полаять, например, когда стучат в дверь, но укусить никогда. Босс сопровождает ее везде. На лекциях в университете, на прогулках и в походах по магазинам. С четвероногим другом она даже заходит в общественный транспорт. У пса есть специальный документ – паспорт собаки-поводыря. Иногда бывает, что человек не информирован про какие-то особенности собак-поводырей или про то, что разрешено собакой-поводырем. То есть это не то, что люди злые, они просто не информированы. И это важно понимать. И тогда возникают неприятные ситуации. Но в целом я хочу сказать, что относятся с пониманием. Есть куча случаев, когда кондукторы делали очень много, чтобы помочь.